Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Послание святого апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 19 стих. Нажидая самих себя псалмами и славословиями, и песнепениями духовными, пояя и восхваляя в сердцах ваших Господа. Эти слова, я думаю, слышали. Еще раз послушайте внимательно. Сегодня будем говорить о пении. Когда нужно петь? О чем петь? Как? Апостол Павел обращается к целой общине, а тогда это означало захватывал целый край. Получили римляне, переписывают, пошли дальше. Как радость справлять? Еще раз. Нажидая самих себя псалмами. Назидая самих себя псалмами. Псалмами называется псалтырь. Сто, пятьдесят и сто пятьдесят один уже псалм. Мы сейчас будем внимательно смотреть. Не торопитесь. Еще батюшка был бы, мы еще тут больше часа были бы. И словословиями. Словословиями. Смотрите-ка. И словословиями. У людей словословие есть. Но как начнешься вникать в это, там ничего нету. Вот возьмите. Заслуженный поэт пишет стихотворение. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых невернувшихся полей не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. И важные певцы поют и смотрят в небо. То есть что угодно. Да, напев хороший, музыка хорошая. Профессионалы. Но нет этого. Не превратиться в белые журавли. Их мало. А погибло много. Считают иногда птицы, как белые журавли. Там единицы буквально. Ну сто тысяч ездят. А погибло пятьдесят или семьдесят миллионов. В землю ушло. Сразу легко разбить. А другое? Другое поет. Очи черные, очи там черные. Но дальше они поблекнут. Ну дальше-то что? Вот любое стихотворение, которое люди пишут, если оно нравится, то уже на музыку найдутся, люди положат. Мне даже сестра наша говорит, вот я там полы мою где-то, и напивается День Победы. Как раз на 9 мая. Вот бы слова-то туда, мотив-то хороший. Меня тронуло это, я буквально за 20 минут написал стихотворение. Его сейчас по интернету поют. Я никогда не думал, что это так. Что День Победы Христос, Он умер за нас. И все вошло в тот же самый мотив. Раньше пели Марселеза, другие. Мы в бой пойдем, мы как один умрем в борьбе за это. Речь шла о коммунистических замыслах. Как один умрем? Как один умрете. Но Бог примет ли эту жертву? У нас Господь позволил, костер был и на костре. Два варианта было песен. Я не знал какой мотив, сказал, не понравилось. Брат сразу приехал с женой, с гитарой, и этот мотив так и закрепился на сегодня. Песнопениями. А что песнопения были всегда, мы сейчас посмотрим в Святой Библии. Когда были? Житей святых мы узнаем. Ян Кукузель, он ничем не просавился пением. Идут монахи, слышат такое пение. Остановились. Вот это пение. А он пастух. И когда пел, говорит, коровы там у него переставали есть, слушали. Я тоже пел, они переставали, не знали, куда можно бежать от меня. Ну, пение, пение, разница. Мотив. Да мало того, что здесь поется, какое. Такое-то, такое напев, там на 7, на 8 еще разбивается. Те же самые слова, но разный мотив. Есть такой святой роман «Сладкопевец». Никто не знал, что у него такие таланты. Но братья подсмеивались над ним. Малая громадежка у него. Ну и решили, архиерей приехал, архиерейское служение, его выстрелили, чтобы он там пропел. А он проплакал ночь. И Божья Матерь дала ему талант. Когда он запел, все так ахнули. А теперь сколько он написал стихотворений, которые сейчас поются в храмах. Вот как бывает гонение, насмешки. Ну, сколько? Девять блаженств. И одно блаженство, которое выводит на пение. Блаженны, когда будут вас поминать плохо. Гнать, злословие неправильно. Велика ваша награда на небесах. Радуйтесь и веселитесь. А как радоваться и веселитесь? Когда ничего нету. Пение. Один ты работаешь. Прослабь то, что перед тобой. Что ты видишь? Вот посмотрел на березы. Сегодня поют и об этом. А луне северной народу невесту сравнивают и как луна, а не круглолицая. Южные народы поют о другом. Напевы разные-разные. И евреи поют. Нас интересуют только евреи в данный момент. Потому что Господь прославил псалмопевца Давида. 150 псалмов. И сегодня вы хотите узнать, какое пение самое лучшее? Я свое мнение передаю. Зарядите. Мальчики поют евреи. Послушайте, какие хоры там пионерские. Да даже близко нельзя опасать. А слова-то какие. Взрослые мужчины отдельно поют. Какой напев. Как весь зал поднимается, начинает петь. Это не то, что сейчас царь Россия там. Куда она встанет-то? А это все о Боге. Все о вечности. Говорю, что сегодня очень легко. Вы зарядите только в интернете, а то услышите. Как поют евреи. И то есть отсюда мы можем приблизительно понять, как пели во времена Давида. Те же инструменты, так же называются. И далее. И песнопениями духовными. Видите, как пение, песнопения, как молитвы. Дальше моления. А какая разница? Молитва это одна молитва. А моление это общее, что у нас произойдет, это моление. И здесь песнопения, которые были. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поется. Аллилуйя, аллилуйя. Меня знаешь еще поя эти три слова. Далее. Поя и восхваляя в сердцах ваших Господа. И в сердцах ваших Господа. А пели или не пели? А женщине сколько составлено песнопений, сколько за нее умерло и разбито. А у нас есть, это и есть. Богородица Дева, радуйся. Благословенные. Вот. Чтобы отдельно прославлять человека смертного. Ну, такого просто мы не знаем. Тем более неверующие люди. Вот мы сейчас посмотрим по Слову Божию, как прославляли Бога. Посвященные прямо целиком Псалмы. Мы прочитаем. Судей. 5, 11, 13. Хотя там с 11 по 31 стих. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспроют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Посех, пригнал поить за воду, за скотину и далее. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Восприни, восприни, Девора, восприни, восприни. В обеду одержали. Женщина помогала Девора. И сразу она пошла в песнопение. И это не худо. То есть, 4 тысячи лет почти поется. Воспой песень, восстань ворах, и веди пленников твоих, сын Венадамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. Это все песнопение, слова сложил Господь сразу. И воспели песню. Притом сразу же это происходило. И далее. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобой, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песца. Ну, досчитайте. До 31 стиха я говорю о суде 5 глава. Какая песня? Какие были герои? Что это дало? Как Израиль избавился от гнета? Сегодня эти песнопения где? Победа на сопротивные дары. Вот когда поем это, мы должны знать, главное сопротивное это нечистая сила. С какими замыслами дьявол подходит, подсылает, как будто тебя поддерживает, это ничего не значит. Поддерживает для тебя Господь. 12.6. Псалом. Псалом 12.6 стих. Я же уповая на милость Твою, сердце мое возрадуется спасением Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Облагодетельствовал нас Господь. Сколько родились люди слепые, недвижимые, рук ног рождаются, нет у них. Нам есть за что Бога славить. 138-й Псалом. Будете считать, как он меня созидал в утробе матери. Когда записаны все дни для меня назначены, когда ни одного не было еще. Зародыш мы видели, отчи Твои. Это песнопения. В еврейском языке они говорят, это в стихотворной форме. Псалом 137.5. Учимся мы сегодня от Духа Святого. Как петь? И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Возьми для себя. Где слава Господня? Так начните рассуждать. Идут молодые люди здесь, у нас. Я часто спрашивал. Вот сейчас шли, издалека я вижу. И все, вы идете разговаривать. О чем? Стоят глазами, повели, ни о чем. Ну, хоть что-то-то. Вы говорили какие-то слова между собой? Говорили, а о чем? Учится у взрослых. Стал спрашивать. Ну, вот вы идете сейчас. Вы видите, вот растет дерево такое. Для чего оно угодно? Не знают. То даже у нас вот приходят, иногда дети здесь сидят. Они непрерывно пальцами шевелят. Вот на молитве запомните. Не давайте ничего шевелить. Дома прямо, проинструктируйте его. Сложи руки так, там, крестообразно. Пальцы там скрести. Не шевели просто так. Потому что у меня есть опыт, что человек не думает ни о чем. Он все время теребит, что-то берет, там, поясок. Просто стой и размышляй. Такая минута больше не вернется. Я неоднократно об этом говорил. Сегодня в интернете часто стало появляться. Вот какое-то событие, и что-то там рухло. И сразу всылается. А я считал в ваших стихотворениях. У меня не худо стихотворение написано. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. По девять куплетов. Примеров восемьдесят появится в интернете. Самая простая идея. Вот укусил меня, конечно, так. Сестра Екатерина написала. Поставили. Это настоящее песнопение. Как веровать надо. И Господь спасает. И что там написали. И она так талантно вложила все в один стих. Даре. 143-й псалом, 9-й стих. Боже, новую песню воспою тебе на десятиструйной псалтире воспою тебе. У нас не десятиструйная. Есть гитара. Вот кто если видел, когда играет, на каких инструментах. Ну, шесть струн. И вот показывает одного казаха. И он там длинная. Вот такая, примерно, перебирает пальцами где-то. Ну, его нигде не берут. Ну, еще ты пришел. Палка, две струны. Две струны. Павла Насагинского играет так. Ни одной ноти не пропустит. И сразу стал там чемпионом. Другой на севере. Ну, везу на крайний север, он бескрайний. Слышали? Ну, прекрасная песня. Но дальше этого не идет. Почему не сказать? Бог дал это. И там на севере живут люди. И там есть птицы особые. Ну, Давид-то прославил. Ели убежище комбайстом. Горы убежища зайцем. Это песнопение. Зайцами, это Божье. Надо перешагнуть через это, да, добыкновенное. А то у меня отдельно написано их отворение о кошке. О голубях. О корове. Что она во дворе начальника. И малые дети поют сегодня. Даже в интернете встретил. А как? Благословение Господне. Я своим это не считаю. Никакой я не поэт. Но так Господь позволил увидеть. Отдельно у меня гимн написан молоку. Молоко коровья. Что из него и как? Гимн настоящий. Это если только мы начинаем глаза открывать на все, чтобы жизнь наполнилась словословием, удивлением. Мы иногда ищем где-то лекарство, куда-то поехать. Оно под ногами лежит. У человека язва. И сказали, как? Хороший подорожник. А где? На кладбище идешь, а на дороге. А такие вот листья, как лопухи. Выжать надо. Свежий мед. Свекольный сок там что-то. Я вернулся, когда у меня бронхи никакие. Ну, как раз это, тряпки. И сразу узнали, это стали делать. Я не знаю, месяц прошел, но нет, у меня уже свидания осталось. Мы ходим и... Ну, маленько только прорегли. Господи, тут подорожника сколько. А вот пустырник. Он сильнее действует, чем корень валерьяна. В Америке, в Японии специально садят площадь. Вон, медосбор дает прекрасный. А мы не знаем. Обыкновенный лифей вырубил, да убрал. Японцы делают шесть видов пищи разной. Ясное дело, что и воспивается это все. Вот пойдешь так и по-своему. Конечно, казах, который едет на... Он видит черный дым, труба, самолет летит в СССР, Москва, в нем все, что видит. Но в этом-то и прекрасно, что он жизнь эту видит. А здесь как слепые ходим и... Сколько за прошлую неделю... Прошла неделя. Сколько милостей нам Бог оказал. Вот я скажу в речи человека. В понедельник был суд. Все закрыли, как будто никогда ничего не было. Аж Бог делает. А в следующий день, 27-й, ровно 60 лет назад, я впервые увидел Библию. Далее. 60 лет, как я несу это слово. И у православных-то вообще на Библию не ссылались. Нет этого. И как будто, говорит, это начало пробуждения людей по отношению к Слову Божию и другое. Люди это увидели. 60 лет непрерывно говорить о Боге и восхищаться чудными делами Его. Это Божье. Это благодать и милость. Я не певец, не слышу, глухой. Но у меня все время, как музыка какая-то звучит. А как вы это знаете? Ну, как знаю. Вот первый раз, когда Библию я стал считать, 27 сентября 60-го года, в 17.00. Буквы я знаю. Много считал. Но здесь как будто и не буквы это. Как будто бы с неба голос говорил для меня. Да, это воображение. Не все воображение. А воображение не дает перерождения. У меня тут же произошло духовное рождение и крещение Духом Святым. Огонь как будто вошел в меня. Я славлю Бога за этот день. Кто видел ролик, казалось бы, 52 года в пути. Даже мусульмане смотрели, говорят, и мы плакали. Я приехал туда, а благодаритель никого нету. Я упал и рыдал. И все это снимали. Милость Божия столь велика, что мы буквально окружены этим пением. Ну, люди, когда спрашивают, ну, а что за 20 километров в высоту? Из чего состоит там-то? Воздух, а нет, самолет на 10 километров поднимается. А на 123 не может. И вот ученые нашли, что состав вот этого космического пространства очень сильно похож на состав Пармалина, в котором покойников держат. И особенно, говорит, сильный этот запах в вечерние ночные часы. Не знаю я, что это. Меня подумают, это молитвы святых. Речь идет о смерти, о воскресении, о вечности. А что от молитвы, какой запах? О, запах живительный на жизнь. И запах смертоносный на смерть. Так, чтобы не упали сонных. Так, милость Божия безграничная. Восемь сыновей. Там и вскоре есть те. Господь сказал Самуилу, иди помашь его в царях. Ну, пришел, смотрит, один лучше другого. Стоят такие герои. Один за другим подходит, Дух Божий говорит, не он. Не он. А кто? Не знаю, спрашивают. А еще есть? Да есть там он, пастушок посел. Еще считать. Не будем обедать, пока не увижу его. Только подходить встал, и сразу Господь сказал, он. Обычно как? Помажет батюшка. Ну, благословение. А здесь возлил. Масло текло по голове, говорит, на бороду арона. И бороды-то нет, юноша. И дальше будет прицаре. И будет играть. И злой дух не будет терпеть его. Он бесноваться начинает. Хватает копье, он заиграл. Демоны отходят. Когда Елисей хотел проповедовать, специальный гуслист был. Как начинает играть, и в это время Дух Святой сходит на него. Мы увидим сейчас, что на небе песни поют. В Новом Завете, в Ветхом Завете. Поем ли мы? Ну, не обязательно, даже может и вслух. Потому что бывает и техника грохочет. Но и тут ты найди подходящее песнопение. Исайя 5.1. Смотрите, какой грозный пророк. И пишет о пении. Воспою. Воспою возлюбленному моему. Песень возлюбленного моего о винограднике его. Виноградник, вы знаете, это люди и как. Есть такая песня. Ну, молитва, молитва, это очень наш. Над всеми молитвами она главная. И есть песня песням всем. Это так называется, песня песней. Как он воспевает ее, невесту. Он нашел в ней 7 качеств положительных. И спереди, и сзади все описал. А она в нем нашла 10. Это 7 считается и на Святую Троицу. Ну, кто книгу считал. Некоторые считают, даже и читать ее не надо. Там придумывают. Надо. Ты только лишнее убери, и ты увидишь. Она каноническая книга здесь. Песня песней. Вот все. И походку ее. И кто она была у матери. Это церковь. Как мы должны Бога прославлять за эту невесту, церковь Христову Православную. Как многое нам здесь открыто. Вот представьте, сколько сект. Сегодня 21 тысяча разных. Поставь у всех руках Библии, все по-разному. Другого не признают. Нам это не надо. Потому что у нас есть учителя. И их уровня нам достигнуть. Господь позволяет. Ученик не выше учителя. Но к этому надо стремиться. И во главе учителей, и, конечно, Святой Иоанн Златоуст. 12 табук. Я их насчитывал. Господь положит на сердце внести это слово. Как понимать Писание? Что за этим последует? А если я ошибусь, что из этого будет? Бог поставил. Некоторые даже не считали. Я вот разговаривал. И Библию-то не прочитали. И говорят Святых Отцов. А Святых Отцов это называется патрология меня. 300 томов. Три сотни. И каждый том где-то около 700 страниц. А что это можно вместить? Ну, что нужно Господь даст вместить. Откроет это. Евреям 2.12. Потом вернемся назад. Возвещу имя Твоё, братья моим. Посреди церкви воспою Тебя. Посреди церкви воспою Тебя. Мы не можем это сказать. Но мысленно мы это можем. Какая радость, что у нас есть священник. Что Крещение полное. Специальные уроки идут. У нас уроки все время идут в интернете. Целое содружество интернетное. Более ста человек разных стран. И вот здесь взяли отрока одного. И все молятся. Прозносят имя. Это перед Богом. Столько людей. И при том искренне молятся. И уже мы видим результаты. Ему не винтовки дали в руку. А как накормить людей? А если Господь положит на сердце. Может и духовно про себя думать. И хлеб другой. Все у него-то будет другое. Псалом 144. Хорошо бы здесь просчитать. Буду превозносить Тебя, Боже мой. Царю мой. И благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя. И восхвалять имя Твое во веки и веки. Ты так давал. А Давид-то не был святым. У него два смертных было греха. И Господь как сохранил это все нам. Далее. Велик Господь и достохвален. И величие его неисследимо. Не важно кто ты. Только заметь это. Разве мы думаем о том, что сейчас разговариваем. И за это время от тысячи километров уже земля пролетела. Но если ты не веришь, что она стоит на слонах. По-идийски. На черепахах. То она круглая. Шар. Со скоростью пули. Восемь километров в секунду. Весется. Деревни шевелятся. А почему? Земля окружена маленьким слоем. В котором сгорают метеориты. Которые разбили мы нас в дребезги. Слои, которые как бы на наждак залетают. И не это только. А как поворачиваться. Насколько она качается. Где зима, где лето. Там буквально по сантиметру набираются. Сейчас можно остановить. Нельзя. Все. Бывает. Уже у нас не с пяти, а с четырех. Мы подчиняемся великим дивным делам Господа. А то динозавры там где-то. Зачем тебе это знать? А вот нашли австралопитеков. Промежуточное звено между человеком-обезьяном. Профессор Академии Верхов доказал это. Что ничего этого не было. Кости найдены на расстоянии 2,5 метров. Сложили вместе и начали придумать. Человек сгорбатился. До человека того, как Адама сейчас. И поврежденного грехом. И нас поставить. Наверное, мы разницу какую-то имеем. Далее. Род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о величии твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел твоих. И я буду возвещать о величии твоем. Но если кто не знает, последнее известие, как раз 30 сентября, президент открыто, все это выставлено, говорит о том, что 4 области Украины вошли в Российскую Федерацию. То есть не просто за них заступать, а они теперь наша земля. И теперь если они там будут, а они будут пытаться взять, это настоящая война. Ну сразу предупредил. Защищаемся всем, что у нас есть. Все вспомнили ядерное оружие. Говорят, почему вы пугаетесь? Я говорю, что Япония первая это применила. То есть вещь очень серьезная. И вот он зачем туда шел? Никто не знал. Это как гром среди ясного неба раздался. Я всегда говорил о том, что у него очень грамотные советники. И вот они дошли. А как? Дальше будет видно. Попутно напомнить. Объявили, что потеряр заболел от популярной болезни. Да сохраните его Господь и помилует. Ну и естественно руководителя всех президента. Чтобы он по Слову Божию поступал. Не искал своих влог. Вот я все это посмотрел. Это очень и очень нужно близко взять. Ночью хотя бы на несколько минут встань, вспомини своих и близких. Будет, что дальше и не будет. По Слову Божию будет. Мы знаем об этом. Считайте Откровения 17-18 главы. Далее. Будет проразглашать память великой благости Твоей. И воспевать правду Твою. Вот надо знать благость, где он и правда. А что воспевать, когда еще не знаешь? Щедро милостью Господь. Долго терпелив и много милостью. Благ Господь ко всем. И щедро Ты его на всех делах. Это он играет и поет. Слова-то какие. Это нам уже не в такой форме. А на самом деле говорят евреи. Это в стихотворной форме. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои. И да благословляют Тебя, святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего. И да повествуют о могуществе Твоем. Чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем. И о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков. И владычество Твое во все роды. Ну себе скажи, любимая песня какая? Ну у нас тут только что знаем здесь. Остальное это где? Ну а остальное это надо где-то в другом месте искать. Вот когда мы тут были, на Папке уже были. И приехала целая группа, 10 человек, баптисты. И они там, где мы работали на прудах. Имя Кордеон, кажется, был. И они все пропели. Какие песни? Я говорю, есть место, есть. Зайдем на оговорку, мой брат. И они все это пропели. У них песнопение есть такое, там восхождение песен. Больше тысячи песнопений. И у каждой свой мотив. У нас есть, которые от баптиста пришли. И мы поем. И они знают мотив. А почему у нас не поют? Не приучено. Надо людям говорить об этом. А они берут все. Стихотворение Лермонтова, Натсона. Эти были люди православные. Некрасов. А они все это берут, перелагают на музыку и поют. Ну, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Нравится. А вспомните, ну, как косари размахались косами. Как поют? Они поют. А православные делали по-своему. Православные стоят с бородами, все косят. И потом стоят там, свечи зажигают. То есть взяли их стихотворение и оформили, как будто оно о том, что камень защитил цветок. Покосили, а он остался. И так от всех бед меня спасает Господь. А ты вспомни, сколько раз ты был при смерти. Сколько раз Господь показывал, еще один шаг и тебя уже никогда не будет. И опять мы остались живы. Чего от нас Господь ждет? Это можно у него спросить. Я полагаю сам по себе, что таланты мы все не раскрыли до конца. И об этом надо просить Бога. Чтобы не остаться тем, кто закопал талант свой. А вот тебе твое. Эй, нет. Почему ты не отдал его? Чтобы с прибылью я получил, говорит Господь. Господь поддерживает всех падающих. И восстанавливает всех низверженных. Вот так. Низверженные, которые люди против. Это ничего не значит. Главное, чтобы был Господь. Господа не огорчить. Да ведь догнали, гнали. Бегал, бегал. Случайно в окно выскочил их. И все. Отче всех уповает на тебя. И ты даешь им пищу и их свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Правильный Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. У меня один вопрос, который всегда интересен. Где он писал это? На ложе, когда был, просыпался ночью. Или сидел в своем там кабинете царском. Или в пещере от Саула прятался. Луна светила, говорит, от тазика отражение было. Такие слова оставили нам. И далее. Бытие 31-27. Оказывается, бытие даже про пение знали. Если бы Моисея это не записал, никто бы и не знал. Бытие 31-27. Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельями, с песнями, с тимпанами, с гуслями. Это когда Яков от Лавана ушел, от тестя своего. И что-то мы знаем, что при прощании играла музыка, прощались, обнимались. Вот так написано. Еще раз прочти. Зачем ты убежал тайно и скрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпанами, с гуслями. Видишь как? Вот это упоминание говорит, как прощались люди с музыкой. У нас есть такое. Помолчим, там минута, встанут все, знак скорби. Или посидим перед отправлением. А они с тимпанами, ликами провожали. Сколько воспоминаний было, как мы жили вместе, как нам хорошо было. Это все высказано было. Данный исход 14-31. Следующая книга Библии. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу песню сию. Ну-ка дальше. И говорили. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. На берегу. Только что смотрят там трупы, может быть, плавут от египтян. И уже песни. Коня и садника его вверху в море. То есть, все было. Были танки. А почему не... Вот меня все интересует покров. Ничего не значит. Греки у них там, еродивы. Видел Андрей. Да, время-то идет. Мы с греками встречались со священником. У них вообще его не отмечают. Никак. Его как будто нет. Я даже об этом писал. Почему не сделать, отметить, что Сталинградская битва такая-то столько положили, и наконец оттуда отступили, и началось отступление. Или разблокировали Ленинград, назывался он. Ну, сколько людей умерло-то там больше миллиона. Или Курская битва, которая повернула. Почему? И видели даже явление Божьей Матери, как пишут сегодня. Почему это? Ну, не перевести-то на то, что нам близко, русским. Так дорого досталось, родные и близкие. У меня вот отец без руки вернулся. Три матерных брата, ни один не вернулся. Только такое то же самое событие, защита от врагов, но приблизить ее к нам, чтобы сердце наше воспламенилось любовью к Богу. Господи, а что бы было по-другому? Вот если бы не это, ты знаешь. И будто бы Божья Матерь явилась и врагам. И они увидели, и руки дрожали у всех. Потому что, когда Тамерлан подошел вплотную к кельцу, и ночью ему бедение было, какая-то женщина прекрасная, и рядом старцы, и сказали, поверни назад. Иначе ты будешь, он сразу повернул войска. А, надежды никакой не было. Россия всвесила голову над пропастью лежа. Все храмы были открыты, как на день Пасхи. Что явление Божьей Матери. И эта история засвидетельствовала, когда принесена была там икона Владимирской Божьей Матери. Дальше. Исход, 15 глава. Первый по 21 стих, но немножко прочтем. Господь крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, прославлю его. Дальше. Бог отца моего и превознесу его. Господь муж брани. Иегова имя ему. Вот как. Ну можно же так как-то применить. К нам-то применить. Почему эту песню не поют? И слово Иегова не знают. У нас написала сестра, и дети поют. Что интересно, иеговисты подхватили, и теперь поют тоже, потому что имя Иегова упоминается. Идва дальше. Колесницы фараона Ивольского, Иегова вернул он в море. И избранные военачальники его потонули в Черном море. Ну, маршалы там были, фельдмаршалы, все потонули. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Ну, можно вот я о чем говорю. Сколько людей даже в той Курской битве, это ужасно. Не раньше, не позже в Италии там высадились, американцы, и туда большая часть техники сразу отправили. И началось отступление уже. Просто надо приблизить к жизни, чтобы это было от сердца. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты меня нашел тогда-то. Какие были соблазны. А в армии был сколько раз? Я только тонул несколько раз. А до чего Господь избавил? Тонул, но как фараон не утонул. И разные были, убивали прям при мне рядом, здесь же. Сегодня разговаривал, уже его нету. Опять я остался живой. Это все собирать, это с коленей вставать. Благодари, благодари Бога. Скажи для себя, посмотри. И ты увидишь, как милость Божия, буквально, как океан, какой вокруг нас. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. То есть мы стреляли. Мы заботились. Засаду делали снайперы были. Десница Твоя. Заметь, он как во всем видел. Сам бой прославленный. Твоя, Твое. Что у Тебя есть. Ну, все абсолютно. И за погоду, и за технику, и за родных и близких. За место, где мы живем. Научитесь славить Бога. О, Господи, как Ты дивно велик. Как славится имя Твое святое. И далее. Величием славы Твоей Ты не сложил восставших против Тебя. Ты послал кнев Твой, и Он попалил их, как солом. Вот. От дуновения Твоего Раступились воды, Влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Это он все сидит и идет. Откуда у него слова там брались? И заново, заново все повторяют. Когда в последний раз мы это считали? Ну, посмотри, сколько у нас было здесь. И ночи тут, и воровали, и еще только не было. И вдруг утихло, никого нету. Кто-то умер, кого-то посадили. Ну, воров-то сколько раз ловили здесь. И горюще сливали, и все. Это не секрет. И мы ничего не предприняли, никаких мер. И Господь, как дал сторожа, который поймал, поминайте его Кирилла. Дальше. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу. Видишь как? Враг что говорил? Под какими лозунгами шли? И это поминает. То есть песнопение должно охватить все события, намеки даже на них. Все это от Бога. Не нам, не нам, но имени Твоему дай славу. Но насыдится имя душа моя. Обнажу меч мой, истребит их руками. У нас пыль маленькая. А еще, вот я помню, от матери, видимо, узнал, ребенок, баюшки баю, живет мужик на краю. Он не беден, не богат, а полногоренька ребят. Кашу с масочками едят. То есть у нас это, и каши-то нет, и масла нет. А когда поешь, и как будто что-то есть. А на самом-то деле, как прославить Бога? Вот. И все это сохранено теперь. Благословен Господь еще. Ты дунул духом Твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Грозоветь, не ядерное оружие дунул. Господь дунет, и ничего больше нет. Дунул, и все исчезло. Разлетелся, как одуванщик. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен, святостен, достопочтен, хвалами, творец чудес? Ты простер, как десницу твою поглотила их земля. И ложимся спать, то у нас ни охраны нет, ничего нет. И как Господь охраняет все. Я вспоминаю, один, говорит, проповедовал, а другой решил, что уже много он тут зла сделал, люди стали верить, и он взял с собой шесть патронов и пошел, залег, и на горной тропе его встретил. Встретил, а там идут человек двенадцать. И когда он после обратился, и говорит, я же тебя убить хотел там, у вас было двенадцать, а у меня шесть патронов только. Он говорит, а я шел один, никого не было. Я все вспоминаю, когда на корабле был, вдвое зашли, у них цель была меня убить и выбросить в запас. Не раньше, не позже, жена капитана зашла, это багерская рубка называется, в конце, вешать белье. И потом это мне все рассказал несостоявшийся убийца. А в это время Латыш недавно освободился из тюрьмы, пожилой очень, пришел к Михаилу Анну, где я обратился, и говорит, а где этот братик молодой? Говорит, да где, в море где-то. Так душа болит, давайте помолимся. Я сравнил, когда это был сам момент, когда они зашли ко мне в руку. Ты должен помнить это. Один проповедник среди закрещенных проповедовал, говорил о Боге. И один подошел, у него рука висит, а скажите, вы там были в этом селе? Ну там не село, а там хутор такой, небольшой где-то. Да, были. Был, говорит, а что? Видите, рука парализована, это вы сделали со мной, а как? А он когда ехал, разбил, как священник, везде заезжает своим, и тут хотел завернуть, ну не получилось так, что лошадь сама погарнула. Я, говорит, его потянул. Луна, я обошел в дом, тишина, большой сарай такой, я зашел, луна светит, я встал и стал молиться. Господи, если что-то ему угрожает, парализуй его руку. А он стоял с ножом, говорит, и вдруг рука похолодела и опустилась по сегодняшний день. Сколько молитв и святых, а может и нашим, которые на подходе были здесь и остановились. Это Бог делает. В верении и в ведении. И все это надо воспеть. И далее. Ты ведешь милости Твоей народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой Твоей в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистинских. Колоссян 3,16. Я пропускаю еще, даже что хотел, это уже время много будет. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Видите, это в Новом Завете Павел пишет песнопениями, вразумляйте. Я хотел попросить сегодня, какие вы дома песни поете, у нас будут занятия, может быть там в 12, в 11, как сестра скажет. И пропойте эти песни. Мы послушаем. Паучница друг от друга. Даже один, а я один живу. Это ничего не значит. Один он может быть даже больше поет, чем когда мы вместе все. Откровение 14.3. В Откровение зайдем. А что же на небе-то? Поют там или нет? Они поют как бы новую песню перед престолами, перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме сих, 144 тысяч искупленных от земли. Любую песню, вот заметьте, далекое, сейчас попадут, у нас положили на свой мотив. Православные здесь идут такие кадры. Ну, далеко. Что вспоминаю далеко. А здесь никто не может научиться. Вы знаете, можно слышать такое имя некоторый, богачок Юрий. Он заслуженный артист СССР. Что семья какая? Сын и дочь олимпийских чемпионов. А он запился. Запился, но случилось так, что к нему может быть протрезался, подошли два человека и пригласили в собрание. И он стал артистом. А священник теперь идет, встречает. Ну что, продал душу сектантам? Через улицу кричит. Он думает, а почему, что вовремя-то не подошелся? И теперь он весь этот талант, пение, он артист, посвятил здесь. И где-то выступает в Канаде, кажется, или в Америке. Я говорю, на мотив Господь мне позволил положить такое песнопение и запел. А пресистер подошел и говорит, нехорошо, говорит, чужой трудно себя присваивать. Как? У нас, говорит, я 170 лет уже пою эту песню. И слова, и слова все те же. И песнопение, и мотив все то же самое. Как? Один и тот же Господь делает. И вот он сколько поет песнопение. Богачок, Юрий, зарядите, посмотрите. Все о Боге. Почему нам не научиться этому? Ведь у нас такие молитвы и песнопение. Вот они даже берут нацина. Сколько? Как Господь придет, будет суд Божий. Это все взяли. И они везде прямо ищут это. По заказу какие-то песнопения. На события, которые сейчас уже песнопение есть. Научиться их петь. Солом 51. Просчитаем его. 50-ый знает. Помилуй меня Божью. 49-ый надо считать. Потому что удерживает человека от греха. А 51-ый. Что хвалишь сознодействием сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой. Как изощренная бритва он у тебя ковар. Ты первый стих не прочитал, как он звучит? После того, как приходил доик и домеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом предателя Иуда. Что делается? И он увидел и доложил доик и домеянина. И доложил и послал убить. А никто не пошел. А он и домеянин. И тогда он говорит иди расправься. 85 священников, жены, дети. Всех зарезал. И детей, и скотина, и прочее. И вот теперь этот псалом есть. Вот этим доиком иудам надо сегодня читать его. Начни сначала. Что хвалишься злодействием, сильный? Милость Божия всегда со мной. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и зрение тебя, и сторни тебя и жилища твоего, и корень твоей земли живых. Увидят праведники и убоятся. Посмеются над ними и скажут. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленеющий маслин в доме Божьем, и уповая на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты саделал и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими. Там войну были, там ласов, все другие, предатели, везде подсматривали, и это вот их законный псалом, они должны знать это. А ты услышал, не убойся. И Давид, ну кажется, о чем он говорит, о том, что человек делает плохо, это надо пропеть. Ну пою же. Так, числа 21, 17, 18. Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателям жезлами своими из пустыни. Вот даже все, построил ты там для сохранности урожая где-то, прославь Бога, Господи, кто-то составил эти чертежи, я их взял, и у меня оказалось тут все, чтобы поднять в уровень, ну тут от начала до конца, и ты увидишь, как песнь пойдет, да мало того, еще что-то напиши, напиши, как заходишь туда, да и пропой хоть один куплет, и ты увидишь, как душа будет радоваться, это от тебя, я бы никогда не додумался до этого. мы когда собирались ехать, сколько я советовался, какую машину покупать, и чтобы людей можно было больше взять, не 4, не 5, а хотя бы 7, ну и груз хотя бы около тонны, книги везем-то где-то, и по-разному, говорили все, и без прицепа, и брат вот, по милости Божьей, он нам посоветовал, и мы купили, и ни разу не пожалели об этом, вот она какая, да, где-то ломается, что-то, все ломается где-то, но мы-то проехали 120 тысяч километров, захватили до Владивостока, и от Тихого океана до Атлантического, Скандинавия-Прибалтика, где мы были, по каким горам ехали, и она везде все угодила, вот без совета-то мы бы взяли машину, не взяли, советовали другие, а почему расположились, а то же дело Божие, Второе Царство, 22 глава, так, здесь еще не дочитали, да, Второе Царство, может быть, и воспел Господь песен Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его, и от руки Саула, и сказал, Господь твердыни моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, враг спасения моего, ограждения моего, и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня, сколько милости, везде, и вспоминают, и так же жили люди, такая погода была, и столько врагов, и все развеялось, я все удивляюсь, сколько было наций, языков, ну, тогда было, 2896, 2800, и ни один народ, не сохранил ничего, только найдены, клинописные, где-то дощечки, кто кому должен был, взял рис, и столько, отдать, ничего нет, а здесь вся Библия, до одной буквы, Господь сохраняет, почему, это Бога избранный народ еврейский, которому мы присланились, в шатрах, симовых, сим, и афета, это мы от и афета происходим, ну, а хам, это черный континент, египтяне, и вот мы поселились в их шатрах, то есть веру, это они сохранили, не просто так, а мы даже все время молиться об евреях, чтобы Господь им открыл ту истину, что Мессия уже пришел, пришел к ним, к погибшим обцам Израиля, ну, просто определить себя в этом, в политическом поле, главное, чтобы ты был счастлив, благословен, никогда не злослод еврейский народ, никогда, Батяне 12 глава 3 стих об этом говорит, благословляющий будет благословен, проклинающий будет проклят, я вот смотрю по истории мира, кто объявил самую большую беду на них, Гитлер, все захватил, и с этого момента, как вниз головой полетел, и оказалось, сатана в образе человека, 6 миллионов погубили, как они говорят сегодня, а кто-то одобрял, Папа Римский попросил прощения, что не заступились, а православных не было изменений, а тоже было всякое, когда пришли в другое место, там где-то бабия, все заполняли трупами их, малые дети, женщины, ну и снимки остались где-то, и народ этот снова во главе мира, и так и будет, потому что Господь это предсказал, Матфея 26, 30, сейчас интересный момент будет такой, надо было знать, но никто вопросов из вас ни разу не задал, и воспевши пошли на гору Римеонскую, все, то есть, вечеря тайная совершилась, и воспев, а что значит воспев? Что же они пели, апостол со Христом, прощальный вечер, наступает ночь, и они пошли молиться, и они воспели, это дома, просчитайте еще раз, Псалом 112, 13, 14, 15, 16, 6 псалмов, 112 заполнил, до Большого, 118, и они воспели, какой порядок у них есть, я посмотрел, где, нашел, не знаю, слаб, наверное, как один человек говорил, стал на слезы, прямо воображаешь, как они идут, поют, мотив, тоже, те же слова, все сохранили, благословен Господь, который позволил нам сегодня прикоснуться к книге, которая была дана евреям, здесь 66 книг, а их 77, и они написали в правоте, это сохранили, благословили, теперь кто-то перепечатал, бесплатно раздают, это наше сердце, ножом наполнится благодатью, чтобы мы оставили свой след здесь, в жизни, а будет ли что с этим селением, один Бог знает, потому что доик тоже плодился, у него тоже дети есть, и тоже они делают свои срамные, страшные дела, да избавит Господь всех, ему слава за все веки, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!